Социальный контракт помогает ямальцам с низкими доходами повысить уровень жизни. В 2022 году жителям региона заключили почти 500 соглашений. Муравленковцы оформили 52 договора. Социальный контракт – это соглашение, которое заключается гражданином с органом социальной защиты. Документ разработан таким образом, чтобы человек смог справиться с временными трудностями и выйти из статуса малоимущего. В 2021 году об этой мере господдержки узнал Василий Суручану. Прежде он трудился в найме в сервисе по ремонту телефонов. Оставшись без работы, искал подходящие вакансии, в итоге решил открыть своё дело. Из большого города увидел для себя интересное направление – это выездной сервис. То есть, сервис, который предоставляет услуги по ремонту телефонов, компьютеров, любой электроники дома у клиента. Обратился в соцзащиту, написал бизнес-план, они его одобрили. Социальный контракт у меня был в размере 250 тысяч рублей. На него мне удалось приобрести оборудование, такое как ноутбук, всё необходимое для разбора и ремонта телефонов, то есть отвертки, фен для нагрева, коврики и тому подобное. Мира господдержки послужила стимулом для начинающего бизнесмена. За полтора года небольшой стартап вырос в сервисный центр по ремонту и обслуживанию компьютерной и мобильной техники. В итоге он не просто вышел на самообеспечение, но и трудоустроил ещё одного жителя города. Я считаю, что данная мера поддержки очень важна для населения, так как не у всех есть возможности, ресурсы и тому подобное, чтобы начать попробовать своё дело, просто попробовать. А благодаря таким мерам поддержки у нас в округе, да и по всей России появляются такие идеи, которые, возможно, никогда бы не появились. Каждый стартап, каждый бизнес, он по-своему украшает город, то есть помогает ему развиваться, что очень большой плюс как и для городов, так и для всей страны. Право на господдержку имеют семьи и граждане, доход которых по независимым от них причинам ниже прожиточного минимума в регионе. В этом году его величина на Ямале составляет 20 923 рубля. В прошлом году по поручению президента Владимира Путина размер выплат по соцконтракту увеличили. Теперь на открытие своего дела можно получить 350 тысяч рублей, наведение личного подсобного хозяйства – 200 тысяч. Благодаря изменению размера прожиточного минимума выросла и выплата для третьего направления – поиск работы. Если заключен социальный контракт по направлению поиск работы, то в этом случае первый месяц после заключения контракта гражданину выплачивается выплата в размере 22 806 рублей. Выплату в таком же размере можно получать в течение трех месяцев после трудоустройства. Срок действия договора в зависимости от выбранного направления варьируется от трех месяцев до одного года. В течение этого времени необходимо соблюдать мероприятия, которые прописаны в индивидуальной программе социальной адаптации, а также ежемесячно отчитываться по их исполнению. Орган социальной защиты осуществляет контроль за каждым заключенным социальным контрактом. И в том случае, если гражданин без уважительных причин не исполняет мероприятие программы социальной адаптации, то в этом случае он обязан будет вернуть неправомерно полученные средства. Программа нашла широкий отклик у северян. В прошлом году жители города оформили 52 соглашения, 41 на поиск работы, 11 на ведение собственного дела. В этом году мероподдержки будет продолжено. Средства в федеральном бюджете на реализацию такой программы, как социальный контракт, в 2023 году предусмотрены. Общий объем расходов на социальный контракт на составе 35 миллиардов рублей. Эффективность государственного контракта доказывается той статистикой, которую мы собираем. И мы видим, что значительная часть граждан, которые этим воспользовались, формируют для себя источник дополнительного дохода, источник, позволяющий выйти из-за черты бедности в долгосрочной перспективе. Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться во второй кабинет управления соцзащиты населения. Консультацию можно получить по телефону 55 710 55 723. Алена Гафарова, Антон Иванов, Новости Муравленко.